Всем привет, это Стас, и я продолжаю пытаться играть в КИС-100, чтобы разобраться с этой странной машиной, что же случилось с её предыдущим хозяином. И я на досуге решил предыдущую задачу, но мы её решим ещё раз, чтобы объяснил, как я решал. Потому что у меня не было цели создавать идеальные какие-то решения, во-первых. Во-вторых, у меня не было цели пересказывать чужие решения. Мне интересно было своими заниматься. И в чём основная проблема этой задачи? Дело в том, что она очень просто решается на обычных языках программирования, где у вас возможно использование циклов от N до M. Но, имея всего две переменные, без возможности читать их в произвольном порядке, здесь практически невозможно реализовать такой цикл. Единственный вид цикла, который тут просто реализуется, это цикл, который повторяет что-то N раз. Поэтому нам нужно каким-то образом реализовать для решения этой задачи несколько циклов. Значит, первый цикл – это цикл, который будет двигать координату Y. И второй цикл, который будет выводить троечку, то есть белый цвет, столько раз, сколько нужно, чтобы получить нужную ширину. При этом у нас такая проблема, что каждый раз, когда мы вводим новую строчку этого квадрата, прямоугольника, нам нужно где-то при этом помнить, с какого значения координаты X нужно начинать. И помнить, сколько раз повторить. Понимаете? И эти переменные, их здесь нет, здесь есть только регистр один и один регистр, который может хранить его значение временно. Поэтому нам нужно на самом деле три цикла. Первый цикл по координате Y. Второй цикл по выводу определенной длины. И третий цикл, который будет нам с каждым игреком выводить еще и X, который он где-то сохранил. И как выглядит вообще цикл в игре X100? Это метка, на которой мы делаем уменьшение нашего счетчика цикла. Естественно, мы сначала делаем, ну, сохраняем в ACC какое-то значение, которое является количеством итераций. После этого мы проверяем, закончилось ли оно. После этого, если оно не закончилось, производим целое тело цикла. И после тело цикла мы делаем GMPL, чтобы повторить итерацию. Как-то вот так оно выглядит. И таких циклов нам нужно будет, как я уже сказал, три. Первый цикл по Y мы будем делать вот здесь. Нет, даже вот здесь. Причем делать мы будем хитро. Ну, например, будем читать первое значение X, мы будем делать MOVE UP LEFT. Дальше мы будем читать Y, мы будем делать MOVE UP DOWN. Дальше мы будем читать ширину. Ширину мы будем читать, опять же, вправо. Не влево. Вправо. И вниз мы будем, опять же, читать значение Y. Точнее, высоты. Но нам нужно высоту эту передать не только сюда, поэтому мы будем делать MOVE UP ACC, MOVE ACC DOWN и MOVE ACC RIGHT. Потому что нам эта высота понадобится еще вот здесь, чтобы повторить ширину столько же раз. Right. Right, надо правильно. Правильно написать. Теперь здесь нам нужна вот такая штука. Сначала мы делаем MOVE UP DOWN, чтобы вниз передать начало нашего прямоугольника. Дальше мы будем делать MOVE UP ACC, чтобы записать в счетчик количество повторов, то есть высоту. После чего мы делаем MOVE ACC DOWN, чтобы вывести текущее значение. Вычитаем единичку. Если мы закончим, то мы будем проиграть не на конец, а мы будем проиграть на начало. Самое. И вот так это должно, по идее, работать. Хотя нет, не так. Вот так это будет работать. То есть ACC мы будем выводить после того, как мы уменьшили ее на единичку. Здесь мы будем делать вот так. Мы будем делать MOVE UP ACC. Будем делать SAV. Дальше MOVE UP ACC. Нет. Это опять неправильно. Здесь мы в цикле. Так. Если мы будем делать цикл, то нужно когда-то его закончить. Значит, идея в чем? Вот здесь я буду делать цикличное движение по координатам, ну, снизу вверх, по высоте. И добавлять в вот этой ноде смещение по Y. Чтобы это реализовать, мне нужно где-то значение Y запомнить. Я его запоминаю в ACC регистре, после чего я, наверное, буду делать все-таки SAV. После этого мне нужно будет записать в ACC новое значение, которое мне нужно приплюсовать. По идее. Но нет. Нужно делать не MOVE. Нужно делать ADD UP. Да. И после этого MOVE ACC WRITE. Чтобы передать значение Y вот в этот цикл, который он будет печатать. Но здесь есть одна проблема. Если мы будем делать вот так, то мы будем каждый раз читать заново этот Y. И нам это не подойдет. Поэтому здесь нужен тоже цикл. Но мы не будем знать, когда его закончить. Поэтому если у нас будет конец, то мы должны делать не вот так. Так, мы делали, прыгая на ST, мы будем прыгать на вот такую вот AND метку. Где мы будем делать MOVE DOWN минус 999. Чтобы любое значение сделать отрицательным. А вот здесь, после AT UP, мы будем делать GLZ ST. Чтобы заново прочитать новое, когда у нас закончился прямоугольник. Иначе мы делаем вот такой вот цикл. GMPL. В целом, по-моему, пока еще ошибок я не сделал. Только здесь надо писать MOVE DOWN минус 999. Наоборот. Теперь нужно такой же цикл реализовать для X-ов. Причем для X-ов мне не нужен особый цикл. Мне нужно... Что мы сначала делаем? Мы читаем значение X. Мы делаем MOVE LEFT DOWN. А здесь мы делаем, что мы будем делать первым делом MOVE UP RIDE. Нет, неправильно. MOVE UP ACC. Или все-таки RIDE. Мне нужно некоторое количество раз повторить значение X. Вот в этой ноде. Поэтому я передаю его сразу в эту ноду. После чего мы MOVE UP ACC и делаем вот этот цикл. По идее. Или даже не совсем этот цикл. ACC мы должны сохранить. Вообще, что мы должны вывести? Давайте вспомним. Как минимум у нас есть сейчас Y. Мы будем выводить вниз сколько раз. Первое значение мы читали. X, потом ширину и высоту. Значит, мы ширину здесь запоминаем. X мы запоминаем вот здесь. Дальше нам нужно использовать высоту. То есть повторить ширину, высоту раз. Во. Поэтому мы делаем здесь SAV. То есть запоминаем нашу ширину. После чего делаем MOVE UP ACC. Мы здесь записываем опять высоту. После этого мы уже с высотой работаем. Почитаем 1. Если у нас меньше нуля получилось. Если получилось меньше нуля, то мы прыгаем на ST. Начинаем заново. Если нет, то мы делаем Svp. MOVE ACC DOWN. Делаем Svp еще раз. Во. То есть в цикле мы проверяем сначала на счетчик. Потом меняем счетчик и то значение, которое нужно печатать местами. Вводим его вниз. И меняем счетчик и это значение местами снова. Вот. И здесь нам нужен точно такой же цикл. Который будет читать слева. MOVE LEFT. Куда? Нет. Нам это не нужно. Только MOVE LEFT ACC. То же самое все. Здесь мы будем делать MOVE UP LEFT. Здесь мы повторяем то же самое, но будем выводить вместо того хитрого значения число 3. Поэтому нам нужно убрать Svp. MOVE 3 DOWN. И в конце MOVE MINUS 1 DOWN. Так. Но вместо MOVE UPRIGHT вот этих вот нужно использовать что-то другое. И почему MOVE MINUS 1 DOWN не работает? INVALID EXPRESSION говорит. Видимо вместо минуса я что-то другое вывел. Так. Здесь нам не нужно SAV, наверное. Не нужно вот это все. Что вообще нам нужно? Чем нам нужно инициализироваться? Давайте напишем себе комментарий, чтобы было понятно. Вот этот цикл почем можем использовать такой комментарий? Значит, этот цикл у нас MOVE UP ACC с SAV. После второго чтения мы туда читаем что? Ширина. А здесь будет цикл, который выводит X. Да. Значит, мы сначала делаем MOVE LEFT. MOVE LEFT DOWN. Не, это RIGHT DOWN. Дальше будем делать MOVE LEFT DOWN. После чего MOVE UP ACC. И по нему уже идет цикл, который заканчивается на минус 1. После чего начинается новая строчка. Вот примерное решение. Давайте его отклаживать. Пробуем просто запустить. Да, и у меня бывала такая проблема, когда он внезапно останавливался. И это значило, что у меня в цикле что-то перепутал. Возможно, я перепутываю вот эти вот значения IGUZ и само тело цикла. Так, запустим еще разок. Нет, все-таки она лочится. Где-то что-то я забываю делать в правильном порядке. Итак, что мы делали? Мы прочитали значение 23. Это координата Х. Она пошла в нашу правую ноду. В правой ноде. Да, у нас вот здесь почему-то MOVE UP ACC вместо MOVE LEFT ACC. Это неправильно. Уже должно было быть и лучше, но еще не лучше. Так, MOVE LEFT ACC. Да, мы что-то забываем опять сделать. Нам влево нужно было вывести вот отсюда не только одно значение, но и второе. Ширина. Мы вводим ширину. Значение Х. Нужно вывести HEIGHT раз, то есть MOVE ACC RIGHT. Вот здесь еще. Я пропустил. Давайте попробуем. О, что-то работает, но неправильно. Такой ошибки у меня в прошлый раз не было. Так. 23, 14. Это правильные координаты. После чего выводится 3, 3, 3. После чего выводится еще раз 3. И мы заканчиваем. После чего MOVE RIGHT. DOWN. Это опять минус 20. Так, 23. Правильно. 17. Потому что на дальний ADD, UP использовать что-то другое. Давайте еще раз. Я не пойму. 17, 19, 20, 20, 11, 14, 16. Это не те значения. Здесь, видимо, добавляется слишком много чего-то. СВП. у нас вот здесь после вывода нужно было делать опять СВП. И САВ. А может просто СВП? Нет, все-таки ССВП и САВ. Давайте еще раз. О, совсем другое дело. Вводится первый, второй прямоугольник, третий. Но, как видим, все, заработало. Парочка пропущенных команд, все решилось. Когда мы их нашли и исправили. И все тесты проходятся. И, конечно, вы увидите, что это решение не самое лучшее. И что оно не такое, какое делают все остальные. Если мы сейчас ускорим, мы видим такую гистограмму и по ней видно, что, скорее всего, я не пользовался чьим-то решением. Почему? Потому что мои результаты отличаются от самых распространенных. это хороший признак того, что я не подглядел, как все остальные, как это решается. Вот. Ну, ладно, мы еще должны почитать, что случилось с хозяином. Процесс, сигнал, чего-то там. И тут он понимает, это мостовое устройство. Частично из этого мира и частично из другого мира. Разработано, чтобы видеть сигнал. В общем, дядя точно сходит с ума. Вот. И следующая задача, которую мы будем не сейчас решать, а в следующий раз. И, может быть, я сначала в ней разберусь, чтобы лучше объяснить, что, как решается. Это нужно будет прочитать значение из ввода и нарисовать вот такое количество белых точек вверх. Я думаю, очень похожа задача на предыдущую. Здесь нужно будет наверняка два цикла. или просто счетчик чтения использовать где-то. И второй цикл, который будет выводить белые точки. Очень похожим образом на тот, который у нас был. Ну и, конечно, можно ноду сразу прочитать и узнать, что большое количество устройств собраны в массив и могут быть направлены в сторону чего-то и схлопывать волновую функцию чего-то-чего-то-чего-то-чего-то. В общем, не знаю. По-моему, он решил, что это машина для открытия врат-ват или что-то такое в этом духе. Полное сумасшедствие. Ну ладно, на этом все и до следующей задачи. Если вы новенький, не забудьте подписаться на канал, ставьте лайки и не стесняйтесь писать комментарии. Я стараюсь отвечать всем. Надеюсь, вы узнали что-то новое и полезное. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok